Здравствуйте! Сегодня в программе «Наши тесты» мы познакомимся с немецким взглядом на семейный автомобиль. Сегодня в программе «Опель Зафира». Нужно сказать, что в гамме «Опель» этот автомобиль довольно-таки давно, недавно он претерпел рестайлинг, ну вот такой стал более современный, наверное, что ли. Но при всем при этом по-прежнему продается, по-прежнему пользуется спросом. Но давайте попробуем разобраться, почему же этот автомобиль, столь долго находясь на конвейере, по-прежнему любимый, почитаемый покупателями. Объем двигателя «Опель Зафира» 2,2 литра, мощность 150 лошадиных сил при 5600 оборотах в минуту. Разгон до сотни 11,6 секунды, расход топлива 8,5 литров, топливный бак 58 литров. Длина 4,5 метра, ширина с зеркалами 2 метра, высота 1,6 метра, снаряженная масса 1505 килограмм, грузоподъемность 570 килограмм. Внешность этого автомобиля мы обсудим немножечко позже, а теперь добро пожаловать в салон, давайте посмотрим, как там все обустроено и устроено. И начнем мы, естественно, с обзора водительского места, потому что, как ни крути, сколько бы сидений не было в автомобиле, 2,4,6,8, все равно чаще всего используется именно это, именно водительское место, потому что водитель, естественно, за рулем автомобиля находится всегда, когда автомобиль едет. Ну что же, с этим автомобилем я познакомился еще в далеком 2005 году и сейчас, бегло осматривая приборную панель, могу сказать, что все-таки что-то доизменилось. Немножко поудобнее стала центральная консоль, ну так, на первый взгляд, по крайней мере, смотрится она попривлекательней. Немножко изменилось само рулевое колесо и, в общем, все-таки стало побогаче и более добротно. Именно такой подход очень часто исповедуют фирмы-производители, дабы продлить жизнь автомобиля на конвейере. Конечно же, сделать салон чуточку богаче, чуточку приятнее, использовать, может быть, мягкие пластики, поменять подсветку приборов, так или иначе, показав тем самым покупателю, что о нем заботятся, что это по-прежнему хороший, добрый, надежный семейный автомобиль, но при всем при этом он постоянно обновляется. Чтобы не отстать от современных веяний, Opel Zafira запускается кнопкой старт-стоп, поскольку машина с автоматической коробкой передачи, то, естественно, нужно нажать на педаль тормоза, нажимаем, нажимаем на кнопку старт-стоп. И самое яркое отличие, наверное, от предыдущей версии, это вот этот вот цветной дисплей вместо монохромного, который стоял на предыдущей версии. Ну, в общем-то, вполне логично, смотрится довольно неплохо. Вот видите, даже компьютер нам подсказывает, что, возможно, будет сегодня скользкая дорога, также напоминает о том, что нужно заправиться. Но при всем при этом этот яркий цвет, по-моему, немножко диссонирует с общей картиной и с общей приборной панелью рожеватого цвета. Ну, как бы, зато, конечно, это гораздо интереснее смотреть на этот дисплей именно в таком цветном варианте. Но из плюсов, которые есть, конечно же, в этой системе, но которые, к сожалению, недоступны на российском рынке, это навигационная система. Потому что именно вот такой хороший, красивый дисплей, наверное, хорошая подмога при просмотре каких-то карт. Ну, и, наверное, еще одно хочется отметить, самое яркое и самое приятное в салоне, в автомобиле, с точки зрения такого окружающего комфорта, это вот такие вот сдвижные шторочки на потолке. И получается, что вроде бы как небо у вас на головой. Довольно приятная и забавная штуковина. Насколько удобно пользоваться всем этим инструментарием, я расскажу чуточку позже, когда мы все-таки поедем на этом автомобиле. А теперь, поскольку машина все-таки семейная, давайте исследовать оставшиеся места, то есть второй и третий ряд сидений. Сразу хочется заметить, что вот этот частично стеклянный потолок добавляет объема в пассажирском отделении. И места, такое ощущение, что больше. Хотя, в принципе, его и так достаточно. Вот сам за собой, что называется, усаживаюсь при росте в 176 сантиметров. Смотрите, даже есть еще запас пространства перед коленями. Ну, над головой, понятно, есть, потому что стекло-то все-таки выступает как бы чуть-чуть выше металлического потолка. Поэтому все здесь комфортно. Есть ручки, есть огромные просто боксы. Ну, не знаю, для какой-то мелочевки и для газет, потому что что-либо тяжелое я сюда класть не стал. На кочках, наверное, все это будет подпрыгивать и грохотать. Есть штурманская подсветка. Можно включить, почитать газету. Хотя, опять-таки, для этого должно быть хорошее дорожное покрытие, чтобы не растрясывало и не укачивало. Ну, в общем-то, все довольно добротно и комфортно. И можно сказать, что пассажиры второго ряда будут не обижены. Но самое интересное в этом автомобиле – это третий ряд сидений, благодаря которому можно взять на борт еще двоих человек. Давайте попробуем разобраться, как все это работает. Итак, давайте разбираться, что нужно сделать, чтобы попасть на третий ряд сидений. Есть два рычага с пиктограммами. Сначала нужно поднять подушку. О, задача нелегкая. Я думаю, барышни, наверное, не все смогут справиться. Потом нажать на рычаг, сдвинуть весь ряд сидений вперед. Ага, удобная опция для тех, кто возит грузы. Теперь багажник. Теперь нужно открыть багажник. В этот момент все еще ваши дети мерзнут на улице. Так что, если вы хотите их сюда сажать, оставьте их дома и подготовьте машину сначала. Мне кажется, что это за две секунды не закончится. Сворачиваем коврик. Так, коврик откладываем в сторонку и начинаем поднимать сиденье за ручку. Поднимаем сиденье, и оно упирается в шторку, которая прячет груз в багажнике от посторонних глаз. Снимаем шторку. Так, это все, похоже, тоже придется оставить. Наверное, на улице, потому что гаража у нас нет. Поднимаем сиденье. Опа, вот оно, получилось. Так, теперь надо каким-то образом разместить здесь, в остатках багажника, вот этот коврик. Этот коврик. Ну, как-то так, допустим. Допустим. И разместить вот эту шторку. Так. Ага, поместилось. Ну ладно, хорошо. Поднимаем второе сиденье. Так, все получилось. Теперь я попробую сесться, задвинуть сиденье второго ряда и посмотреть, насколько здесь все комфортно. Так, все, я попал на третий ряд, теперь нужно подвинуть ряд второй. Чтобы это сделать, опять же-таки, нужно нажать на рычаг, подвинуть весь этот тяжелый ряд. А, главное, руку не защемить. Ага, я оказался вот в такой вот ловушке. Что дальше? Что дальше? Дальше, дальше. Это, видимо, кто-то должен откидывать все-таки. Здесь нужна еще посторонняя помощь. Нет, дотянуться уже до рычага, чтобы сложить подушку назад я не могу. Что в итоге? Чтобы меня было видно. Снимаю подголовник. Ага, тоже не получается. Ну ладно, я замурован. Замурован полностью. И здесь можно сидеть. Здесь можно сидеть, наверное, недолго. Но, в принципе, доехать, добраться куда-нибудь, ну так, в качестве вспомогательного места, вот эти еще два сиденья, может быть, вам и помогут. Осталось выбраться на волю. Здесь тоже надо иметь очень какие-то специфически настроенные руки, наверное. Или, опять же, пользоваться помощью третьих лиц. Учитывая то, что сам подушку-то я поднять не могу, чтобы отсюда выбраться. Да, задача нет легких. Честно говоря, не завидую я владельцам этих автомобилей, которым придется совершать игру в этот пазл, если у них есть желание посадить кого-то на третий ряд сидений. О, все, все вернул в исходное. Уже сам успел замерзнуть. Все, добро пожаловать вместе со мной в салон. Я за руль, подогрев сидений. И в комфортной обстановке расскажу вам, как этот автомобиль ведет себя на дороге. Честно говоря, очень интересно скорее попасть за руль, потому что я уже говорил, что машина это не самые свежие разработки. Очень интересно, удалось ли еще тогда инженерам Opel заложить тот багаж, чтобы сейчас выглядеть конкурентно способными, даже спустя много лет после разработки этого автомобиля. В условиях мегаполиса самое главное это обзор. Обзор в этом автомобиле достойный. Почему? Потому что, во-первых, сидишь высоко, посадка такая больше с прямой спиной. Все-таки ближе, так, наверное, к линии венам. Довольно удобные зеркала, несмотря на то, что они небольшого размера, но при всем при этом в них довольно-таки прилично видно то, что происходит сзади. Так что это уже большой плюс. Но особенности компоновки тоже внесли определенную толику неудобства с точки зрения обзорности, потому что вот эти вот массивные стойки, даже, в принципе, при наличии небольших таких вот окошечек в них, все равно они не позволяют адекватно контролировать довольно приличный угол. И сюда даже не то, что иногда в пешеход проваливается, сюда даже проваливаются автомобили, часть автомобилей проваливаются, указатели поворота других автомобилей, поэтому в потоке нужно быть очень-очень аккуратным, и иногда приходится так все-таки выглядывать от сюда до сюда, вокруг вот этой довольно-таки жирной такой стойки. Но что делать? Безопасность. Стойка эта, в первую очередь, работает, видимо, при лобовом столкновении, поэтому приходится с этим мириться. Силовой агрегат 2 с небольшим литра, в принципе, для города этого более чем достаточно. Ну, здесь же на автомобилях и объемы двигателей литр, и вполне успевают передвигаться со скоростью потока. Ну, здесь, как вы сами понимаете, больше двух литров запаса момента и запаса мощности вполне достаточно. Но при всем при этом тоже вот практически сразу чувствуется один небольшой минус. Вернее, даже это не минус, это такой голос из прошлого. Это четырехдиапазонная автоматическая коробка передач. При всем желании ехать, скажем так, динамично в режиме драйв не получается, потому что автомат все-таки такой долгий, задумчивый, и очень-очень быстро он перещелкивается на четвертую передачу. С этим, чтобы разогнаться, нужно опять прожать педаль газа, выйти в режим кикдаун, коробка начинает переключаться. В общем, все как-то это происходит уже, как-то так, не так слаженно, не так хорошо, как на более современных автомобилях. Но при всем при этом есть спортивный режим. Можно нажать кнопку на передней панели, и машина вроде как оживает. Такое ощущение, что чуть ли не два цилиндра еще подключаются вдобавок к тем, которые уже есть, но при этом реакции ее становятся очень неадекватными. То есть нажимаешь на педаль газа вроде бы с тем же усилием и с той же интенсивностью, как ты нажимал до этого в режиме трансмиссии драйв, но машина срывается просто с места. Обороты двигателя взлетают практически вплоть до красной зоны, электроника удерживает их на этой позиции, и вроде бы ты едешь быстро, при всем при этом тебе уже нужно тормозить, нажимаешь на педаль тормоза, опять какое-то довольно такое жесткое переключение, и вся машина вздрагивает. И при этом, конечно же, если ехать в одиночку, вроде как и ничего, можно наловчиться к этому, так скажем, поведению автомобиля, но вот если ты едешь в семью, я себе представляю, наверное, детей, которые сзади, то влипают в детские сидения, то повисают на ремнях безопасности. Ну, здесь, конечно, наверное, с точки зрения семейности, спортивный режим у этой коробки передач все-таки не самый лучший, еще одна важная позиция для автомобиля, тем более семейного, это, конечно же, комфорт. Комфорт складывается из многих составляющих. В первую очередь в нашем непростом климате это печка. И вот уже теперь хочется снять шапку, потому что салон прогрелся за пару минут, печка хорошо настроена, из всех руководов выдается теплый воздух, при всем при этом он не будет в нос, не начинаешь от этого чихать, так что все в порядке, инженеры оперы давно еще постарались и продумали, есть обдувка. Ну и самая главная управляемость. Для многих этот показатель гораздо важнее, чем комфорт на втором или третьем ряду сидений, чем печка и все остальное. Что можно сказать? Здесь действительно все на высоте, причем если бы можно было бы сесть в автомобиль, завязать глаза черной тряпкой и поехать на нем, то сходу было бы даже и не угадать, что это какой-то семейный автомобиль, потому что руль такой довольно спортивного типа, с приливами, в местах хвата. Начинаешь движение на этом автомобиле, понимаешь, что усилие на руле очень-очень выверенное, обратная связь, опять же-таки, на высоте, информативность отличная. Конечно, есть небольшая поправка, опять же-таки, на высоту этого автомобиля, потому что если бодро завалить поворот, то машина начинает все-таки срывать с траектории, но при всем при этом это происходит очень прогнозируемо, и ты действительно понимаешь, что ты управляешь этим автомобилем, что электроника тебе помогает, что ты действительно чувствуешь этот автомобиль, что ты повернул руль, он куда-то поехал, насколько ты повернул, туда он и поехал. Насколько ты придал усилие рулевому полюсу, настолько машина и сдвинется с траектории, и это очень приятно, и нужно заметить, что редкий семейный автомобиль дали такие ощущения. Субтитры сделал DimaTorzok